МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тут посмотрел выступление азербайджанского султана-диктатора Алиева Пашаева в Европе и поймал себя на мысли, что этот человек, если раньше работал на свою азербайджанскую аудиторию, сегодня сам уверовал в то, что говорит и выносит свою псевдоисторию на европейскую трибуну. Про страну Пораженческую, про Зангизур, про озеро Гейчай или Гейчай, не знаю, как-то так. Касаемо страны Пораженческой, хочу сказать. Это не тот ли говорит о пораженческой стране человек, чья страна почти 30 лет терпела поражение и плакала по своим 20% территории оккупированной, а сейчас 12%? И не стыдно ли ему об этом говорить, учитывая, что с такой техникой, как у него, он вел войну против маленького Арцаха 44 дня и добился только небольшого продвижения на юге. Причем до 9 октября и этого добиться не мог, и поэтому обратился к Турции. Вот тогда и приступили к делу турецкие генералы. И не надо сказке рассказывать про то, как вы без турок справлялись, а то турки могут обидеться, неблагодарно как-то выходит. Видели мы ваши тысячи и тысячи портреты шахидов, погибших? К тому же, чего тогда на параде победы в Баку турецкие военные делали? Где это видано, чтобы иностранная армия маршировала на параде победы по итогу войны? Даже в Москве на Красной площади в 45-м году армии и союзники не маршировали, потому что это была с Восточного фронта победа именно Советского Союза. Чего бы они маршировали на Красной площади в 45-м году? И кого боится Азербайджан, подписывая с Турцией военно-стратегический договор? Неужели ту самую пораженческую страну? Поэтому армяне, они нас боялись и будут бояться. Укрепляйте свою армию, используйте свои мозги в Армении, и все будет хорошо. О арцах для Азербайджана в 2020 году был хоть клок с паршивой овцы. Два клока, правда. Один кровавый, в виде подарка от Эрдогана в лице Шуши и Гадрута. Второй клок, бескровный подарок, от Путина, в виде Карвачарского и Бердзорского районов. В азербайджанском варианте Кельбаджарские и Лачинские районы. Теперь касаемо Зангизура и Гейчая. Каковыми Алиев назвал историческими азербайджанскими землями. Уму непостижимо, что этот человек окончил МГИМО. Видимо, он МГИМО не оканчивал, а окончал. Не выходя из московского дома, принадлежащего его папе, тогдашнему члену ЦК КПСС. Оттого и учился плохо. Про Зангизур я уже не раз говорил. А про Гейчая скажу. И прежде чем я сделаю это, предлагаю послушать мой разговор с болгарским ученым-политологом, преподавателем МГИМО Георгием Каларовым, который в бытность своих студенческих лет был сокурсником Ильхама Алиева. А потом вернемся уже к теме. Вы человек, прежде всего, еще и от науки политолог. Скажите, как Вы относитесь к тому, и верит ли научное братье тому, что происходит в Азербайджане уже на информационном поле? Помимо информационной войны, которая устраивается в Азербайджане, есть и такая научно-образовательная война, где утревляется народ, утревляется вся история или уравняется, скажем, с армянским народом. Скажите, что говорит ученые-братья об этом? Ведь на самом деле это сатира. Все, что пишется в Азербайджане. Я Вам скажу, сегодняшние самые ведущиеся российские политологи-международники, которые занимаются Кавказом и вообще постсоветским пространством, это однокурсники Ильхама Алиева из Азербайджана. Вы там читаете лекции? Да. Я читаю лекции студентам-политологам, которые изучают балканистику, и студентам, которые изучают болгарский язык и будут специалистами по Болгарии. Я Вам хочу сказать, что однокурсники Алиева очень хорошо знают, что он представляет собой на самом деле и не принимают его на всерьез. То есть он был плохим студентом в своей жизни? Ну каким студентом было, это даже не так важно. Они его знают как человека. И как сына Гейдара Алиева. Да. Который проживал в апартаменте с восьми комнатами, и которого превосходили на мужчину, на занятия. Это студенческие. Да. Вы можете спросить у них? Не, я могу представить только, потому что во время учебы и Хама Алиева, и Гейдар Алиев уже был членом полюбероза. Да. Чтобы все это не исходило от меня, лучше спросить у его однокурсников. Они вам расскажут то, что рассказывали в них. Все-таки про научную школу, которая там муссируется в Азербайджане. Есть ли какой-то такой ученый совет, который открывает вот эти вот их новые учебники, книжки и просто... Там есть несколько серьезных политологов и философов, с которыми я стараюсь установить контакт иногда, для того, чтобы в моей колонке в болгарском, самом популярном информационно-аналитическом сайте, где очень часто печатаю интервью с армянскими политиками, дипломатами, политологами, и чтобы соблюдать равновесие и объективность иногда отпускать и азербайджанских. Но до сих пор не получается. Отказывают. Бывают даже такие, которые выступают против меня. Да, например, Рустам Шах-Суваров, который считает себя специалистом по Балканам, по балканским мусульманам. Он, кроме того, еще и председатель Федерации левых социалистов Азербайджана. Но если такой, например, очень серьезный аналитик, Расим Мусабеков, если не ошибаюсь, он до сих пор является и депутатом Азербайджанского парламента, у которого я бы взял охотное интервью, но никак не могу добраться до него, хотя несколько раз посылал месячей через разных людей. То есть они отказываются. Отказываются, да. Только один азербайджанский юрист, аспирант Ингию, отвозился до мне интервью. Но без фотографии даже. Я несколько раз общался с азербайджанскими учеными в Москве, в принципе, дали согласие, но потом отказывались. Теперь для азербайджанского недоучки и его прихвостней от, значит, Агейчаи. Видимо, он пропустил ту пару, где речь шла о Закавказье. Человек от папы студента Алиева привез в институт барана, и вся зачетка была проставлена. Ну, бывает. Многие азербайджанцы раньше так в вузах и учились. Правда, сейчас с баранами не носятся. Сейчас только икра и нефтедоллары. И тем не менее. Итак, претендуя на Севан, Алиев ссылается на то время, когда озеро называлось по-азербайджански Гейча. Но до этого мы дойдем, соблюдая хронологию. Азербайджанцы, кстати, хронологию не любят. А начнем мы с того, что озеро Севан известно с античных времен. С тех времен, когда Геродот описывал Армению, и Страбон ее же описывал. И называлось это озеро армянами и греками Гигамским морем или Гигамским озером. Не Гигантским, а Гегамским. Есть такое имя у армян, Гигам. Потому как у армян старинные писанные легенды и исторические события, связанные с Гигамским озером. О нем писал армянский ученый 6 века Мовсес Хоренаци в истории Армении в книге 2. Самбаджи с молодым арташесом, спеша достигнуть лагеря Ерванда, выходят к берегу Гигамова озера за горой, называемый Арагац. В примечании указано, что это Севан. Обратите внимание. Он рассказывает о расселении потомков Хайка, легендарного прародителя армян. Топонимика Гигама или Гелама напрямую связана с правнуком прародителя армян Хайком, Гигамом, из рода Хайкидов, Хайка-Нахапета. О Гигамском море писал и другой армянский ученый, историк 9 века Аванес Драсханакерции и другие. Немало независимых ученых писали о Гигамском море, Севане. Рассказывали былины из истории Армении на этом месте. Позже, уже в 9 веке, Гигамское озеро называлось Севаном в честь построенного у берега храма Севанаванг в 874 году. К примеру, в книге 1953 года Камилы Тревер о очерке по истории культуры Древней Армении 2 век до нашей эры, 4 век нашей эры, она пишет. После признания Ашота I царем Армении около 885 года, византийский патриарх Фотий послал последнему письмо с фрагментом оживотворящего креста. Также о Севане в купе армянской историографии писали Лин Джонс, отметивший реликвию в монастыре, основанном Мариам на острове озера Севан. Британец Стивен Рансемен, отметивший, что в 13 веке областью озера Севан владели армянские князья из рода Арбелян. Кстати, в 921 году армянский царь Ашот II Железный, укрепившись на острове Севана, разбил арабскую армию военачальника Бешира на берегу этого самого озера, очистив армянское царство от иноземных захватчиков. Имеется множество карт с названием озера Севан, исторических карт, в том числе Гиома де Лиля, других европейских историков и картографов. Буквально с конца XVIII века и до начала XX века, на протяжении 200 лет, озеро облюбовали кочевые тюркские племена Айрумов и Карапапахов, где они пасли свой скот и их поили. Озеро они прозвали Гехча. И 200 лет оно так и называлось, и обозначалось на некоторых картах. Правда, в скобках часто указывалось Севан. 200 лет против 4000 лет армянской истории Севана. И эти 200 лет Алиев называет территорию и акваторию озера своей исторической зоной? Ты серьезно? Тогда покажи мне страну под названием Азербайджан до XX века. А если ты играешь топонимами, то в твоей Азербайджанской республике 90% топонимов не имеют тюркского происхождения. Все они иранского, арабского, лизгинского, армянского и русского происхождения. Ну вот давай тогда и в контексте топонимов и рассматривать твой Азербайджан. Например, Баку с Абширонским полуостровом. Да что там Баку? Само название Азербайджан не тюркского происхождения. И до того, как он стал Азербайджаном и был Ширваном, тоже не тюркского происхождения. И до того, как он стал Ширваном и был Кавказской Албанией, тоже не тюркского происхождения. Или я не прав? Или вы можете убедить меня в обратном? Уверяю вас, как вы сделаете это, убедите меня в обратном, так я сразу закрою антитопор. А коль не можете, закройте свой рот, загоните своих священных овец в стойло и переиздайте экзамены в МГИМО. Возможно, ваше нынешнее образование и на ПТУ не тянет. Увидимся! Продолжение следует...